И снова здравствуйте, всем привет! И так, получился вот такой вот персонаж Железный Человек. Два вечера я над ним просидел. Делал я его с картинки с Яндекса, скачанной. Сначала хотел я его полностью вылепить. Взял болванку. Вот, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Очень примитивная, но когда я сделал ей здесь вот этим деталям дайномеш, уплотнил, добавил больше полигонажа, то вот преобразился персонаж вот в такого вот чела. В задней части я не стал делать, это сфера, вот эта часть, эта сфера, сейчас покажу вам, вот так она выглядит, я засунул ее именно в недостающую вот эту сетку и чуть-чуть растянул как надо. Это значит у нас цилиндры, это цилиндры, это конусы, вот на ногах в цилиндр вставлен конус. Так, ноги, ноги это с болванки, с персонажа, это я здесь уже пролепил, вот эти части полностью добавил, колени тоже добавил, получается я сделал сначала вот эти вот щитки и вот эти вот нижние части все. Потом второй заход у меня был вот этот щиток и вот эта верхняя часть, сейчас я вам ее тоже покажу. Так, вот это вот, получается это вот у меня первая часть, вот без заднего, без задней части я там уже запарился это все дело квадратиками, полигонами выводить. Думаю, здесь уже основная часть готова, она вот, вы видите, нормально, здесь уже можно ее долепить, флатаном где-то пройти. Так, вторая часть у меня получается это вот такая, вот такая часть, верхняя и вот эти вот щиколотки. Ну, остальное все добавлено здесь, значит маску, маску я делал по прошлому ролику тоже в скульпте с альфа 6, уже она у меня как-то побольше, получше получилось, я ее тут растянул, флатаном прошел, подбородок вот побольше сделал. Это у меня, значит кисточка клей, скульпте с альфа 6, ну а это уже вырезалось, тоже нудный процесс, ролик в описании, как это все дело делать. Так, что еще, следующий этап, значит получается маску я отделил, внутренняя часть у нее, конечно, чуть-чуть тут кисточкой повмял, дайномеш опять же сделал. Так, что еще тут, значит персонаж, вот такой у меня получился, на больших полигонах я его прогнал, вот, сферы, это болванка персонажа, ну вот, усы долепил, ну вроде бы персонаж похож, не знаю как, сильно похож, не похож, ну вот. Давайте посмотрим в сетку. Сетка 620 тысяч полигонов, вот так все это дело выглядит после дайномеш, после скульпты с альфа 6, вот такая штукенция. Лепил, опять же, кисточкой клей, скульпты с альфа 6, ну и тут тоже кисточка клей на двойке, с использованием брас, авто маскинг, бакфейс маск. И все это дело, вот, потихоньку дорабатывалось, накидывалось, шифтом выглаживалось, вот такая штука. Ну вот, где-то в таком духе все это дело получилось. Так, следующий этап, это значит, раскрасить персонажа. Так, смотрим, файл open, да, нет. Тут у меня четыре варианта краски, ну, в смысле, раскраска одна и та же, но тут с сеткой пришлось повозиться. Значит, первый вариант раскрашен именно вот так, это уже под развертку. Ну, тут, получается, у меня повылазили какие варианты, что вот это все при ЗРМС очень плохо выглядело. Давайте посмотрим. Это вот уже с разверткой первый вариант был, потом я его заменил, и, походу, это не он. Это уже подготовка именно опять к ЗРМС, да, вот, рука исправлена. Ну, словом, вот так вот все это дело выглядит. В ЗРБРАЖ, вот, опять же, все это дело выглядит хорошо, но после изменения сетки, раз в семь, по-моему, маялся, тут, короче, то вот эти круги разлетаются, то вот эти части деформируются. Ну, словом, давайте посмотрим в БЛЕНДЕР, как все это дело получилось. В БЛЕНДЕР все это дело выглядит вот таким вот образом. Это значит, без текстур все это дело весит 55 тысяч полигонов, вместе вот с щитками, вместе с маской, и вот это уже основное тело. Так, давайте посмотрим именно цвета, и как тут, я тут нодами чуть-чуть блеска добавил. Получается вот такой персонаж, это значит, получаются щитки. Для чего щитки? Для того, чтобы, когда будут вставляться кости, значит, они не прилипали вот к этой части, а были привязаны вот к этой косточке на руке. Конечно, нужно было бы как сделать? Желательно делать, так, ну вот здесь будет все нормально. Почему? Пусть здесь сгиб колена, здесь есть пространство, и в принципе тут все будет гнуться нормально. Но с руками, с руками тут уже, если щиток делать дальше вывод, вот сюда, то его тоже, вот этот щиток нужно делать отдельно. Сейчас блеску беру. Вот этот щиток нужно делать тоже отдельно, чтобы потом привязать к этой косточке. Ну, а эти щитки разделить левый и правый, чтобы их два отдельных было, и привязывать уже бон вот к этим костям. Ну, маска это тоже кости бон. Ну, и в принципе, ну ничего такого. Итак, для понятия, что происходит с персонажем, если все вместе сшито и добавлены кости, это вот пример анимации из Миксама. Все деформировано, все растягивается. Это не есть хорошо. Нужно все это дело настраивать. Ну, в следующем ролике давайте рассмотрим, такие вырезут косяки именно с костями вот на цельном вот таком вот персонаже, вроде техник, технический перс. И потом, после следующего ролика, я вам этого персонажа отдам для эксперимента. Ну, а там, возможно, кто-то захочет переделать, что-то изменить. Так, еще вот что, желательно делать лицо отдельно. Я ее вот слепил именно с задней части шлема. И получается теперь, чтобы настроить текстуру, более-менее похожую на кожу, нужно это все дело отделять опять же по прошлым роликам. Ссылку оставлю в описании. Все, всем пока. До свидания. Вот такой обзор сделанного персонажа.